ну что вот и все и последняя загрузка завершена ребята конечно блин на таком маленьком пятачки развернулся я тут как развернулся задом сдал куда развернулся задом сдал попросил шлагбаум еще раз открыть у меня прошла бам тогда я выехал видит он меня не видит наверно не выйдет открыл шлагбаум я сдал задом больше и потом охранник такой немножко странного не знаю а а а а а а а а Ему постоянно кто-то звонит, он постоянно с кем-то там общается. Француз одним словом, Д'Артаньял. Ладно, поехали ребята, все в порядке. Нашел место, блин не тот, там получилось так, сейчас расскажу историю, вот этот заезд я проехал по сути. А надо здесь заезжать, все. Пропустим, надо заезжать, я пошел там дальше проехал, потому что здесь негде остановиться, понимаете, здесь все желтые линии, знаки и фиг его знает. Здесь же, блин, как бы считается, у них сейчас приграничная зона, это колебли, все так настолько строго, что просто, блин, офигеть. Не поймешь, где можно, а где нельзя, там что-нибудь нарушить. Ну ладно, я проехал дальше, за углом встал. За углом встал и пошел пешочком. Смотрю, машина отсюда выезжает, а у меня здесь был как раз во вторые ворота. Я так хоп в эти ворота забежал и пошел так спокойно бродить по территории, так сказать. Ну а фига, а что с меня, блин, гладкий, взятки гладкие, блин. Там мне написано, что нельзя обходить, там написано, что грузовикам нельзя заезжать. Ладно, я пошел в одно, он там мне сказал, типа, там что-то надо там дальше идти, потом второй говорит, блин, надо к security идти. И я говорю, это вообще это или не это, мне узнать, ну, я туда приехал, а не туда приехал. Потом выхожу, смотрю, security там в окне этот, машет мне что-то там, типа, то ли не иди сюда, то ли иди сюда, блин. Он мне показывает, типа, а что ты мне толку, он показывает мне, что там нельзя заходить. Ну а что толку, я уже зашел, я уже, блин, по территории хожу. Ну вот, короче, я подошел к нему, показывал, он говорит, да, это здесь, но адрес не тот. Я говорю, ну, там не написано было, был открытый ворот, я зашел. Там, типа, exit для, ну, для грузовиков. Я говорю, окей, окей, я говорю, мы здесь? Он говорит, да, только адрес не тот, референс номер. Я даю, он говорит, это не референс номер, у меня другого нет. Он говорит, а куда груз, я говорю, в Англию, с Англией. Он говорит, ладно, подъезжаешь сюда, становишься вот там, возле шлагбаума, и идешь ко мне с паспортом. Да, с паспортом. Хорошо, я пришел к нему с паспортом, дал паспорт. Кстати, паспорт его мне отдал, вроде. Надо убедиться, ребята. Правда? Надо всегда убеждаться. Ну, тем более, паспорт нужен еще в Беларусь ехать. Кого-то дал ему паспорт, он там что-то записал, ввел вот этот самый. А вот если нету паспорта, что тогда, блин, нигде же не сказано, что должен быть паспорт с собой на нашей работе. Ну, ладно, суть не в этом. Ладно, ввел он паспорт. Данный, и говорят, заезжает за шлагбаум, сразу направо, и там рецепшн. Блин, такая маленькая площадочка, я зашел на такое футбольное поле, красивое, блин. Маленькое, тренировочное, но красивое. Зашел туда, она говорит, да, все, сюда. А этот самый, я говорю, а где грузиться? Он говорит, прямо здесь уберу. Она говорит, разворачивайся, я говорю, блин, здесь развернуться, говорит, ну да. Ну, тогда я попросил, он открыл на шлагбаум, я задал за шлагбаум, больше прижался влево. И так аккуратно, аккуратно развернулся. Но, ребята, блин, хорошо точно был асфальт. Хорошо, что у меня, блин, полупустой прицеп. Понимаете, иначе бы, блин, там мало места, очень мало места. На излом конкретно едят машины. Я даже примерно не знаю, сколько максимум узлов может быть, отношение угол к этому, отношение, вернее, кабины, здесь полтинник, кабины к этому, к прицепу. А каким углом, может кто знает? Я даже как-то, блин, даже не поинтересовался нигде, насколько можно заламывать. Так, визуально, на нюх. Ну, завернул я его нормально, короче. Всё, вывернул, развернулся, всё отлично, ребята. Загрузили один палет, пятьдесят там коробочек каких-то. Офигеть, машина пустая, идёт в Англию, полупустая. Ну, грубо говоря, у меня ещё четыре метра, не пять, пять с половиной метров осталось, минус один палет метровый по ширине. То есть по ширине у меня полностью четыре с половиной метра и один метр в один борт, если это подвинуться. Как-то вот так. Ну, нормально так. Ну, ещё раз повторяю, ребята, проехали адрес, пофиг, блин, не можете найти. На листочке записали, блин. Записали на листике, не знаю, на чём. Сфотографировали адрес этого самого. Но плохо у нас нету этого. Вот ты, блин, дашь мне проехать, если будешь... Да, ему там не дают, блин, перестроиться, да. Написали, пофиг, пошли, показали любую ближайшую контору. Они там друг друга знают, кто где, блин. А он говорит, адрес типа не тот, там у него нули все. Ну, я говорю, а я тут как могу знать, тот, не тот. Я вообще не при нулях. Пускай меня объедет хороший. Мужичок дал мне дорожку. А я ему чех. Вот я по лицу сразу понял, что это не француз, не немец, не голландец. Вот. И с этой бумажкой подходите и смело спрашивайте. Вот тут просто. Не стесняйтесь. Не умеете спросить. Скажи. Просто. It's correct place там типа. It's here. Т.д. и т.п. Вот так, ребята. И все будет нормально. Ладно. Едем, ребята, мы теперь уже в Зебрюге. 118 километров нам до какой-то таможни. Там, наверное, будем опечатать. А потому что здесь я сам ничего не делал. Но в любом случае я еще... А, я хотел паспорт проверить. Взял, не взял. А то, блин, мне ехать в Белоруссию. Паспорт мне по-любому нужен. Все, паспорт на месте. Мой вроде. Ну, да, мой. О, непрерывное вождение. Время заканчивается. Конечно. Надо на паркинг идти по-любому. Ладно. Сейчас поедем на паркинг. Вот. 116-115 километров. Там таможня. Потом еще 3 километра сбросим там прицеп. А потом посмотрим. Планирую, значит, где-то в 4 часа я там быть. Сейчас показывают в 15.09. Ну, плюс вот сейчас 45 минут паузочку сделаем. И тогда вот уже будем, да, где-то в 4 часа. Напомню, что начал я работать сегодня. А, работать мне еще можно... 9 час будет. Будет, короче. Отстоим паузу. 8 часов. Все можно будет работать. Из них 6... И 6 часов ехать я могу. То есть, блин... Спокойно можно доехать. И даже, может быть, спокойно можно будет загрузить себе бумагу. А я так что-то подозреваю, что будет бумага. Будет бумага. Линичер и блин травму. Либо киль травму. Ладно. Ребята, все. Едем. Ну что, ребята. Можно сказать, скоро уже Бельгия. Через 13-12 километров. Поедем уже по бельгийской территории. Погода не активно. Вы сами видите, блин. Морозит. Хотя один момент я ехал... Было солнце на горизонте. Но, наверное, я в другую сторону ехал. Сейчас я еду, походу, на северо-запад. А тогда ехал наверх на... Ой, на северо... На северо... На северо-восток я сейчас еду, вернее. А тогда, видимо, ехал чисто на восток. Сейчас иду тоже все равно вдоль побережья. Как бы. Но пока еще по французской территории. Ну, войдем скоро. Территориальные воды Бельгии. Информации по следующей загрузке нету. Что еще? Ну, там, я скажу так, не таможня. Там, видимо, потому что Эвелский какой-то офис или... Ну, какая-то контора, связанная с Эвелсом. Потому что надо будет зайти и взять только бумаги. Да, и потом уже гнать на сдачу прицепа. Ну, бумаги, я так понимаю, для трейлера или... Для трейлера, наверное, бумаги. Вот. Это уже, чтобы там в Англии растамаживать груз, я так понимаю. Растамаживать, растаможивать, растаможивать, наверное, правильно. Слово таможня. 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 Но 16 градусов. Температура так прыгает. 15-16. 15-16. 15-16. 15-16. 15-16. 15-16. Не выше, не ниже пока. Вот такая погода. Нужно быть, конечно, аккуратней, если ретардной. Поэтому этим тормозом поменьше пользоваться. Особенно на спусках и на поворотах. А то можно как-нибудь улететь. Ну, пока, слава богу, не было попытки заноса. Ну, у меня и прицеп-то легкие. Блин, офигеть, блин, последняя, блин, в Калэв. Один палет, 50 ящичков каких-то. Два ряда всего лишь. Обалдеть. Ладно. Будем надеяться, что скоро получим задание. Что-нибудь взять, куда-нибудь оттащить. И от этого я уже более скажу о своих планах, наверное. Что там не светит. А что не светит, ребята. Ну что, ребята, вот и все. Заскочил на паркинг, блин, прямо на ходу. Ну, не я один такой. Остановился на 20 секунд. Вел Бельгию и поехал дальше. Там один, блин, конечно, кадр так хорошо отдыхает. Ну, просто великолепно. На въезде, на стоянку. Нормально, никто не может нормально заехать. Ну, ладно. Это на его совести, блин. Думаю, ты зеркала сложил, то и все. Нормально. Болит. Да. О! Пудинги я вчера еще купил. Пудинг, конечно, сейчас три зафигачил. Мороженое доел. Как-то оно плохо так раскрывается, блин. Непонятно. Что-то я вообще не могу понять, как оно открывается, это мороженое. Открывается где нормально, потом оно пришло открываться и все вываливается. И оно не такое, как у нас сливочное, конечно. Или белорусское мороженое. Или белорусское мороженое. Ой, кто-то там где-то прочитал мне тут про мороженое белорусское, что оно какое-то там, блин, искусственное. Йохайды, блин. Приезжайте в Европу, поешьте мороженое. Ага. Искусственное мороженое, блин, Белоруссия. Зажрались, блин. Я не знаю, я еще ни одного, если ты ешь одно мороженое, то оно типа вкусное. Второе уже становится приторным, потом вообще непонятно какой-то вкус противный. А вот белорусское, блин, на копеечка там, блин, вообще сливочное мороженое, это супер-купер. Ну ладно, фиг с ним. Ребята, мы в Бельгии, нам 60, 70 километров, грубо говоря, 67, до места. Подъедем поближе, может, может, погодка здесь изменится. Хотя Зебрюги тоже портовый город, конечно. Ну, будем надеяться, что станет лучше. Не хочется мне что-то там, блин, наноситься под дождем. Вот. Тем более надо шнур протянуть этот и пломбу повесить потом. Ну и, соответственно, сдать прицеп, заполнить вот все, блин, эти ЦМРки, написать номер пломбы, вписать. И все. Ну, надо, чтобы информация пришла мне на следующую погрузку. Интересно, бумага, не бумага? Либо бумага, либо, блин, какой-нибудь прицеп взять и тащить. Правда, я сомневаюсь, что в Траве Мунде, блин, из Зебрюги прицеп я потащу. Быстрее будет до Линича, а этот в Линиче пустой прицеп, где-то его грузиться и везти куда-нибудь, вот в Киль сдавать. Это другое вариант. Ладно, я уже гадаю, одно и то же вам рассказываю в десять раз. Ну, там есть просвет вроде какой-то впереди. Непонятно, он раскрывается или его накрывает. Напомню, ребята, что сегодня четверг. 8 сентября. Едем мы из Франции, в данный момент с Кале. Из Кале. В Зебрюге, Бельгия. Сейчас уже фигачим по Бельгии. Город Кале – это портовый город. Я даже не знаю, портовый это город или не портовый город. Наверное, портовый. Во Франции я в нем не был. Но знаю, что это самое узкое место между Францией и Англией в этом промежутке. И поэтому там есть пролив, так называемый Патре Кале. Это часть, а может быть, начало Ла-Манша. Ла-Манш, как вы знаете, это пролив между Францией и Англией. Так вот это самое узкое место. И под ним проложено два туннеля. Железнодорожный и автомобильник, как я понимаю. Но мы уже от него удаляемся, от этой опасной зоны, где всякие разные эмигранты бегают, прыгают. И вот сейчас как бы мы начинаем приближаться в сторону дома. Ребята, в сторону дома. Такие вот, такие вот пироги. Ну ладно, едем дальше. Да уж, кому-то так не повезло тут, блин. Ну вроде все там живы-здоровы, слава богу. Фура стоит с аварийками. Машина еще стоит с аварийками. Одна в кювете машина. Канави, это не кювет, это канава. Уже пошли маленькие городки. Я надеюсь, я в зебрюги еду вообще-то, блин. Как-то я так странно как-то еду. Ну да, чуть-чуть нужно было по магистрали ехать и потом налево. Сайдик меня так и вел, а этот что-то повез. Ну ладно, для развлечения, так скажем. Что-то я, блин, в поселке еду. 50, по-моему, надо ехать. Не, а, 60. Или нет, 50 у них. Или нет, 50 у них. Сейчас туда еще поднесутся эти самые. Полиция. Не, 50 у них город, 50. Ой, а что, я выехал уже с поселкой? 60 показывает. О, коровы не какие-то странные, они такие у нас. Непонятно, это вообще коровы или это не коровы. Ну что, 18 километров. 18. 18. Еще нам 600 метров куда-то повернуть. Осталось, вернее, сейчас налево повернуть надо будет. И все потом. Мы опять приехали. А также уже получили задание. Взять прицеп и выгрузить в Бохуми в Германии. Здесь где-то будем брать прицеп и в Бохуми выгружать. Где-то я там был в Бохуми уже. Будем там выгружать. Так, ну и что мне тут? Заезжать сюда надо, да? Потом выйду. Ладно, давайте заедем. Эвелс, 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 Эвелс. Чтобы будем искать Эвелс Группу. А где тут прицеп появился? Я помню, был я, тут не был. Дальше надо, еще там дальше. За перекрестком. А здесь они что-то стоят ждут. Что-то ждут. Поехали. Поехали. Запцед. Возьмите. 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 Ужмите. Ужмите. Интересно, вот так вот, блин, заезжай, но паркинг, типа, закрыт, блин, да? Ага, там дальше тупик, что ли, блин, ребята, блин. А направо. Я ничего не понял, блин. Ну, ребята, как бы все, таможен, там, ну, как таможен, они там оформляли документы, готовят документы для меня. Дали мне документы. Теперь я еду уже. Нифига себе выезд. Ребята, что это вы такие, блин? Сделали выезды, блин, офигеть вы. Или здесь заезд, выезд там, наверное. Кстати, здесь, типа, база, надо отметить, кстати. База Эволовская. Здесь можно иногда ставить, на ночь машины мне сказали. Я думаю, что мне там один раз говорил, коллега, что он где-то здесь будет ставить. Вернее, сдавать здесь прицеп. Думал, блин, фиг его знает. Никогда не сдавал. Главное, здесь поехал под кирпич. Пуфиг, 50 метров. Не, надо было развернуться, налево туда. Кстати, Сайджик правильно вел, он там вел. А этот вел почему-то вот сюда. Так, ну что нам, ребята, 500 километров. Три с половиной километра. Значит, так, получилось задание. Вот сейчас я буду сдавать прицеп. И сейчас же я буду брать другой прицеп. Тут уже вот паркинг. Можно остановиться, блин, кстати, рядом. Поставить можно. Сохраним тоже. Сохранить. Тут много места. Паркинг. Паркинг. Так, куда мне ехать? У меня налево. Что, не задумались все там? И все. Свет другой зажегся. И здесь паркинг есть. Нормально так, блин. Достаточно. Куда же ты поехал-то? Странный какой-то тип. Как-то он поехал, интересно. Ну, сказал спасибо. Так опасно из-за меня выезжать, а там это легкова еще идет. Какой-то мы совсем с другой стороны подъезжаем. В принципе, это, я так понимаю, тот же, тот, где мы бумагу берем, в принципе, почти. Ну да, вот этот съезд. Да, 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 вот. Под мостом. Все правильно. Я здесь уезжаю, блин. Ну, ехать, да. Видите, как этот паркинг? А я помню, я видел этот паркинг. Я когда бумагу брал, я вот выезжал отсюда. Да, 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 да. Я проезжал мимо него. А, потому что я в этой дороге и сейчас поеду, когда, наверное. Ну, там, когда на Гент еду, я по ней. Посмотрим. У меня там время остается 4 часа, в принципе, езды. Но сейчас посмотрим, возьмем туда-сюда. В 10 часов, он говорит, у него запланировано. А мне ехать 5 часов. Нет, блин, они, блин, планируют как-то, блин, непонятно. Запланировано у них. Выгрузка пока запланирована на 10. Ну, да, в принципе, сейчас мне уже как бы надо работать со временем, ребята, я так скажу. Потому что... Сами понимаете. Так, а мне надо было, наверное, на мост ехать, нет? Да, блин. Этот раз мне надо было, по-моему, на мост. Мне же туда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Перепроложить? Точно, блин, я что-то заговорился, заговорился. Перепроложить? Да, перепрокладывайте уже. Ах. Ладно, вернемся сейчас. Это другой вот этот порт. Не тот, где мы бумагу брали. Ага, на другой мне ехать в порт. Ну, там-то мы не развернемся. Я знаю, где развернуться я смогу. На территории на этой. Я понимаю, что значит по полной? Объясните мне, блин, дураку, что значит по полной? Есть по полной. Вот что значит есть по полной? Какой тут, блин. Блин, Артур, что значит ехать по полной, блин? Я могу ехать еще 4 часа, блин. Да, ребята, вот сейчас вот я поеду, там надо на мост, потому что там немножко другая, да. Третий, второй порт, тот первый, тот второй, а вот этот третий. Вернее, тот третий порт британик. Моих этих самых. Мне надо туда ехать. Я вот не мог вспомнить, как тот порт назывался. Сейчас, сейчас приедем. Экси там, а Си? Где Си? Си-си-си, не вижу надписи. Где-то сюда, где-то сюда, было Си? Нифига себе он несет, блин. Ну, в баню, блин, такого. Такая, если упадет, блин, мало не покажется, да? А, ну вот, сейчас я вижу, написано Си-чу. Первый поворот. Си-си-си-чу. Да. Эвелс. Мне где Си-чу? Прямо. Си-чу, прямо. А, вот это, наверное, Си-чу. Да? Через левое плечо, блин. Си-чу. Да, наверное, я мне это си-чу. О, блин, а как тут, где тут поставить его? Не понял. Что-то за бред, блин. И встать, ну, будем ставить вот к этому, блин, да. Полный забор такой. Поехали. 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 Теперь мы увидели прямую линию Непонятно куда там парковать Редактор субтитров А.Семкин Поэтому посмотрим Короче, нормально Еще изменения пришли Никакую не в Бельгию, не в Германию я еду А еду я В Генг Сейчас беру прицеп другой И еду в Генг Зашибись Вообще какие-то Цирк Последние недели это цирк Вечный Так, эксит у нас там Идем на эксит, ребята В порту можно точно Заблудиться Если вы так не знаешь Сколько здесь можно ехать? 20-30 скорость Даже не знаю 30-30, по-моему Эксит А тягачи что, тоже на эксит вот и надо, да? Или надо просто со мной Питера работаете, что за мной едете? Да, я что-то вообще ничего не пойму, что там у них будет, что они там планируют, какие-то странные Ладно, там уже было понятно, на Германию Но просто, блин, по Германии я реально завтра бы не... Что я, вот вы, пока я бы и гружусь, блин Что они мне там найдут, загрузку? Так, что-то там под мостом надо проехать Тут, блин, просто так не дойдешь из точки А в точку Б Надо, блин, уезжать Держись правее, блин Ну, блин, куда загнали, блин При льце Надеюсь, если здесь надо еще остаться, блин Обнаружит все, блин, да? Правда, один не выехал Что-то обратно поехал Лебось, блин Сказали, не там поставил Я думаю, что там Написнет все два Начнет все два Или он начал там спрашивать Я буду надеяться, что я там бросил Там, где СО2 Ну, С2 Что-то гром гремит Эксид хиа Надо бумажку отдать Где ее дел Не надо, что-то давать Включение, по-моему, как уезжать Все, поехали Надо там пукать, блин Тем более ты с прицепом пукаешь Тебе надо, блин, выйти И идти к этому самому Покаять бумажку Это я без прицепа, блин Подождал, подождал Ладно, теперь мы едем на Зебрюге-1, так называемый У меня вот так написано Это там Замост Немножко не так ехать Как мы ехали Не под мостом надо будет ехать А на мост Ну, блин, то, что дождь пошел Блин, вообще не в курсе Три с половиной часа мне ехать Как перепроложить А как ты меня по-другому проложишь Только как ты меня и сможешь Проложить По кольцу и с моста И вот туда Ух, гонки на выживание А, эти два уже забиты у меня на Кенг А этот у меня забит на этот самый Только На Зебрюге-1 А, там же другой сейчас прицеп Не надо будет брать Блин, опять все по-новому перекисывать надо будет Все простите Вот сейчас надо будет меня на мосте завезать Субтитры сделал DimaTorzok Как же перепроложи, даешь мне ехать, там где-то три с половиной нельзя ехать А, ну да, он уже, блин, уже другой Уже, блин, у меня навигатор У Google, он и дает мне ехать, как будто я на великовой машине еду А, перепрокладывать у меня там пытается этот Что я понял, что он делает Я думаю, кто там не говорит Это мне этот Перепрокладываю Ай, боже, конечно Да, погода офигеть Какая зажгливая стала Сплошный порт здесь Очень такой, блин, мощный ливень Понимаете, что зеленый закончится Это вообще-то трамвайная линия Травайная линия Здесь трамвай идет Здесь, по-моему, вот паркинг, видите, на ночь стоят здесь машины Здесь написано паркинг А там дальше будет паркинг Не более 7 или 5,5 километров Я даже вот сюда, справа здесь взял Помню, сдавал Какую-то фигню А, прицеп, да, сдавал Нет, туда нельзя 7,5-5 Опять ведет меня, как этот сам Легковую машину Тут вот полные паркинги Как-то мне кажется Это будет далековато, или нет? Блин, снимаю и снимаю Да, ребята, говорится Сейчас вот уже Приедем на следующую часть Уже как бы приехали Говорю, Артур, это не тот порт Да, там в одном порте Даже не знаю, что за брюки Блин, несколько терминалов Портов Раз Два Три Только которые я знаю Сейчас уже едем И, короче, мне надо будет Еще 190 километров проехать Ага Сдай его там Фиг тебе Самое фиговое в этом деле То, что мне надо будет Блин Ехать По Бельгии Где там буду, блин, ночевать Взяли мы Прицепили, блин С перерывами Скажу честно Посмотрите, какой дождь Все равно я немного намок Еще наступил в лужу, блин Ну, все вовремя сделал Ладно Ну, блин, вот здесь заезд Я здесь стоял на парке Ну, ладно Сейчас едем уже на выход И идем на Генка До Генка нам будет Сколько там? 190 километров 2046 А мне ехать 3.11 Можно Я не знаю Докуда я доеду Где я буду стоять Где-то мне надо будет стоять На паркинге, ребят Так что Вот так Сейчас мы настроим Все это дело Через мост Через мост Сюда И на выезд там пойдем Там, по-моему, на выезд было без всяких Сразу на выезд Идешь и идешь Шлагбаум просто открывается Я помню Ну, видите Не постеснялся Подъехал там Машины ездят эти местные Спросил у них Там стояли полицейские Оказается Я у них спросил Вон они, кстати, там едут Ну, правильно Для этого они и нужны В принципе Порту Правда? Чтобы следить за порядком И направлять В нужное русло Блин, ребят В лужу наступил Офигеть Можем Так, а что мне этому отдать надо будет Наверное, надо будет отдать бумажку Какую-то Да Какую именно А, пофиг Напомню, что какую-то надо бумажку отдать Какую именно Какую именно забыл Что, один там не работает, что ли? Или что там? Поедем за Янцем Отдадим ему отделку бумажки Пусть забирает Все, вроде, ребята Открываю двери Поехали Let's go Go ahead О, блин, сколько тут сейчас заходит Этих самых Хорошо, что мне туда не надо На ту сторону сейчас Мосты Или это выходит наоборот? Выходит А, видите, мост поднятый Не заходят Лепресенько Один мост поднят А тот еще свободен Где нам тут выходить? Здесь Ладно, поедем здесь По этим мостам О, красавцы Автомобилевозы Видите На таком я не работал Ладно, будем теперь пробираться Из этого дождливого города А, нет, эти два стоят А этот заходит А этот заходит, да Поехали Продолжение следует... 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 Продолжение следует...